ребят всем привет вы на канале руденко такой отличный шикарный начало дня до колька а вот но мне позвонил мой работник и сказал что у меня украли в вот такая вот феня приключилась на гавайях у нас украли машину украли в хорошо он застрахован сейчас поедем на место приключения будем звонить ментам заодно и вам покажем как это вся фигня работает не знаю когда получим страховку в общем надо сейчас ехать еще какую-то новую машину покупать такая вот фигня приключается всем привет это ребята это же понедельник мало того что машину украли надо еще закрыть вопрос по всем клиентам некоторых клиентов я сумел перенести но конкретного этого клиента там такой головняк что перенести не получается этой мерзнете нужно быстренько сделать уже потом поедем к ментам короче вот такая вот фигня поднялся наверх и пацану потолок задули абсолютно вот как бы полностью сюда даже не залезешь вместе с проводами совсем сейчас нужно делать сервис кондиционера а ты туда просто залезть не можешь потому что у тебя все задута пеной короче цирк заключается в том что я звоню в 911 и уже минут 5 или 7 мне говорят о том что занято нет не повесите на линии то есть меня может быть убивают или грабят я не знаю звоню в 911 911 911 911 911 911 911 911 и не ответы это котик хер ненейте Мы отправим тебе 20 человек, бла-бла-бла, Хеликоптер на дороге. И вот здесь, мы называем 911. Мы не нужны для кого-то. Никто не доступен, остались на линии. Это crazy. Вы можете представить? Это 911. Это экземпляр. Может быть, они живы. Вы можете быть убрали, и они просто... Да, окей, это все. Что и не забрал эвакуатор. Потому что все эвакуаторы делают рапорт в полицию. Вот. Если они забирают какие-то машины. В общем, машина действительно украдена. Но фишка в том, что машина стояла на месте вот этого черного GMC. Вот он, вот он, красавчик. Стояла здесь. А через дорогу напротив у нас дом, в котором 5 видеокамер. И все сюда смотрят. Поэтому будет любопытная история. Скорее всего, ребят или опознают, или найдут. Хрен его знает. Но в моей ситуации, многие сейчас задают себе вопрос. Руденко, что-то не могу понять, что ты такой на позитиве. Рассказываю. Мне по страховке выгоднее получить выплату, чем получить эту машину. Если ее ушатали в Total, ее просто спишут, а мне выплатят за нее деньги. Поэтому я как бы особо не парюсь. Единственное, что это немножко отобразится на моем графике рабочем. Потому что мне эта машина нужна была 2 раза на этой неделе. Но с графиком мы поборемся. Невелика потеря. Вот такая вот петрушка. Сейчас приедет полиция и посмотрим, собственно, по что это выльется, чем это все закончится. Сижу уже минут 30, может даже 40. Но не знаю, чем себя занять. А ментов все нет. Короче, вот такая вот тема. Видно, закончились в местном полы из департмент. Все крепкие орешки. Приходится сидеть и ждать. А что дергаться? Машина тоже, блин, уехала в страну Мальборо. Чего тут париться? Значит, какие убытки у нас, кроме машины? В машине было немного проводного инструмента. Брэндон оставил сумку со своим инструментом. Нахрен все увели. Естественно. Страховка инструмент не покрывает. Вот такая вот печаль печальная. Интересно, во сколько страховая оценит мою ласточку. Голубой вагон. И плюс ко всему у меня дедактабл. Не знаю, как это на русском. Та часть денег, которую я должен буду заплатить. То, что не покрывается страховой. Это 500 долларов. То есть вот 500 бакинских я со своего кармана отслюнявлю. А все остальное страховая компания. Интересно, во сколько мой дирижабль Кирова сейчас оценится? Ну, я надеюсь, хотя бы тысяч на пять. Ну, там посмотрим. Кино, блин. Так, так. Это мой предыдущий адрес. Регистрация, инсуранс. Я не знаю. Мы не нужны. Я не знаю. Я не знаю. Один секунд. Я знаю. Я знаю. Я знаю. Иван, это ваша машина, но он позволяет использовать. Да. Промиссия. Промиссия. Мы парк это здесь. И, чтобы быть, на выходных. Я не хочу получить ДУА. Мы получили пару бир. И мы получили парню. Так. Sounds like it was a bad idea. It happens, unfortunately. I didn't know somebody can steal a car in front of like six video cameras. People don't care. But she's not home. Maybe she was in the one already? No, a gentleman who lived there, he said she lives in apartment 7. But he didn't relay if she was there or not. Maybe she didn't want to answer because she didn't know who is there. Yeah. Yeah, one of them has to have something. They're pretty wide-angle lenses. Yeah. For location what? Is that good enough, sir? Um, that's good enough. Actually, I can let me off this bottom part. So, let's see. The car we last seen Monday at 9 o'clock. Okay. Use the shade, feel free. My neck is burning. No problem, we're going to be in here. Shoot. No, I live in the next one down, yeah. Uh, yeah, she's just part of the match made and she doesn't really have too much info on how it works. So, what that means is basically I'm guessing she works for the management company. But they have someone, they third party who operates them. Does the videos. So, what we're doing is we're going to leave them a form and then they're going to call us when the footage is ready. So, basically any type of footage they can find. What if they will give up on this? Like, what kind of motivation they have technically to do this? You know, usually our detectives will just keep bothering them until they help us out. So, that's all. It usually works. Most people are honestly are willing to help with this. You know, they live here. Because it's across the street. Yeah, they live here. And they want us to stop too. So, they usually are willing to help. Okay, two news. Good news. Good news. Good news. Good news. My car, if they find out, they find out in hell. Without wheels, without wheels, without wheels. Without anything. We live in the ocean. Where are you going to get out of the car? Where are you going to get out of the car? They find out in a few weeks. What. A bad news. That there is a lot of video cameras. But they are not connected. And they are not connected. And they are not connected. And I'm on positive. I'm calling in the insurance company. It's time to call. And I have no idea of going to push them. I don't know how to do this. I can't hear twice. One guy, I have no argument of going to go. They are all here. They are all here and they are going to get out. It's all here. It's all here. All right. Okay, we are going to get out of here. Now we are going to the gas station. Now we are dying to get out of here. The gas station is running on here. Мне надо заправляться 92-м. 4,50, как с куста. Ё-моё. Я дрыть-подрыть, спрашиваю у места, говорю, слышишь, а чё за кипец, чё там ментов столько собралось, чё за движуха. А знаете почему? Потому что тот чувак, который сейчас грызёт, зажёвывает газон мордой в пол, украл педальный велосипед. У меня машины украли, сижу, жду, чтобы кто-то приехал. А приехал чувак, хрен на всё, ложил бумажку, дал и уехал, без мигалок даже. А тут куча машин, всех мордой в пол, украли педальный, сука, велосипед. Я просто в шоке, блин. У меня нет комментариев, пишите, что по этому поводу думаете, конкретно вы. Потому что мне уже достались одни только маты и слюни, блин. Знаете, едут домой. После всего происходящего. Слушаю песню Гуфа, письмо домой. И когда так, не знаю, всё мелочно стало вокруг. Может потому что, когда у тебя воруют четвёртую машину, ты как-то совершенно по-другому смотришь на определённые вещи. Как есть. На этом сегодняшний день подходит к концу. Надо поднять, что делать дальше. Или искать какого-то нового трачка. Или купить за кэш. Или может, ну нафиг сейчас он нужен подождать нового года. Комбинаций может быть много и разных. Но ситуация однозначная, что чувака, который спёр в велик, прессануло семь машин. А у меня сегодня аншлага не было. На мой вэн приехал один парнишка. Все заняты. И трубку никто не поднимал. Как есть. Я ничего не подстраивал такую ситуацию. Такое, блин, шапито не разыграть на двоих. Как есть. На этом у меня всё. Огромный вам всем привет. С острова Ваху. Гавайи. Пойду выбирать машину. Пока-пока. Пойду выбирать машину. 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 Продолжение следует...